США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2» США пригрозили немецким компаниям санкциями из-за «Северного потока-2» 4 часа 53 минуты, знак авторского права. Nord Stream 2 Thomas Yexter Solitaire Во время работ по укладке труб газопровода «Северный поток-2» Знак авторского права Nord Stream 2 Thomas Yexter Москва, 13 января РИА Новости Посол США в Германии Ричард Грёнил намекнул на возможность введения санкций в отношении немецких компаний из-за поддержки проекта «Северный поток-2». Об этом говорится в письме дипломата, с текстом которого ознакомился Билд. Посол напомнил, что США решительно выступают против «Северного потока-2». В частности, газопровод несет серьезные геополитические последствия для европейских союзников и партнеров Вашингтона. Также он заявил, что эти опасения широко разделяют. 9 января, 16 часов 23 минуты аналитик оценил угрозы США в адрес подрядчиков «Северного потока-2». США угрожают санкциями европейским подрядчикам «Северного потока-2», пишут СМИ, в эфире радио «Спутник». Старший аналитик инвестиционной компании Альпари Роман Ткачук высказал мнение о том, повлияют ли эти угрозы на строительство газопровода. В письме также напоминается о негативном отношении Канады, восточноевропейских членов Евросоюза, а также многих правительств в Западной Европе к проекту. По словам Гринелла, они разделяют американскую озабоченность нарастающей агрессивным поведением России. Особо он выделяет использование Москвой энергетических ресурсов как политических и экономических рычагов. Гринелл от имени правительства США просит, чтобы компания-адресат рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и ассоциируемый с этим риск санкций. Как считает Билд, подобные письма получил ряд компаний, которые оценили их как давление. Представитель посла заявил изданию, что послание не следует воспринимать как угрозу, но как ясное выражение политики США. 9 января, 14 часов 07 минут. Nord Stream 2 построил более 400 километров северного потока 2 позиции Германии. Ранее глава МИД Германии Хайко Маас призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в вопросы европейской энергетической политики. Он напомнил, что Северный поток 2 не является исключительно немецким и российским проектом, а имеет общую европейскую значимость. Министр отметил, что Берлин воспринимает всерьез скепсис партнеров из Центральной и Восточной Европы в отношении проекта. Также он предупредил своего американского коллегу Майка Помпе о том, что введение односторонних санкций против Северного потока 2 не является верным путем. По его словам, санкции никогда не являются самоцелью, но политическим инструментом, и они имеют смысл, когда как санкции ЕС привязаны к ясным, выполнимым требованиям. Маас подчеркнул, что, к сожалению, это больше не относится к санкциям США против России. 4 января, 16 часов ровно глава МИД Польши назвал Северный поток 2 убийцы Украины проект Северный поток 2 проект Северный поток 2 предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Вашингтон выступает против проекта. Владимир Путин в этой связи отмечал, что Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса, заинтересованного в поставках СПК в Европу. Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ФРГ рассматривает проект Северный поток 2 как коммерческий, но при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона неоднократно заявляла, что Северный поток 2 является абсолютно коммерческим и конкурентным проектом, и указывала, что он не предполагает прекращение транзита российского газа через Украину. 29 декабря 2018 года, 14 часов 31 минута многогопоточные. Литва против Северного потока 2, но не его спонсоров Литва последовательно и громко выступает против строительства газопровода Северный поток 2. Но, как выясняется, вовсю развивает сотрудничество с компанией, которая этот проект финансирует.